Привет! Вы смотрите четвертый сезон кулинарного шоу «Горячие секреты». И с вами я, его ведущий, Василий Емельяненко. На этот раз мы отправимся в незабываемое гастрономическое путешествие по регионам России. И откроем для себя рецепты приготовления самых вкусных блюд нашей страны. И все это, не покидая уютной кухни, доктор Этка. И начнем мы со столицы нашего государства. Сегодня испечем торт «Птичье молоко», который по праву считается визитной карточкой города Москва. В этом сезоне я буду пользоваться вот такой вот чудесной кухонной машиной от нашего партнера Bosch, в которой огромное количество функций, начиная от весов, заканчивая таймером, которые пригодятся вам на кухне. И если вы хотите иметь такую же, вам нужно зайти к нам в инстаграм на страничку «Доктор Эткер» и узнать все подробности. Ну а также вы можете с ними ознакомиться в описании. Для теста мне понадобится два яйца, вот здесь они. Я их отправляю в дежу миксера. Сразу же добавляю сюда сахар и ставлю взбиваться. Яйца взбиваем до густой пены. Не забудьте в середине взбивания добавить ванилин. У меня ванилин интенсив «Доктор Эткер», который придаст коржу более сливочный вкус. Его нужно небольшое количество, буквально на кончике чайной ложки. Этого будет достаточно. И продолжаем дальше взбивать. И я сразу же сюда ввожу ингредиенты. Это сливочное масло и мука. Масло очень мягкое, вы видите это. Я его заранее достал и поставил при комнатной температуре, для того, чтобы оно без труда разошлось внутри теста. Когда тесто получилось гладкое, мы это видим. О, какое красивое. Теперь я беру противень. Значит, смотрите, что я делаю. Выливаю его в центр кольца. Аккуратно разравниваю. Теперь снимаю кольцо. И немного помогаю лопаткой, для того, чтобы сделать этот корж ровным. Тесто по высоте должно быть примерно один сантиметр. Заранее разогрейте духовку до 230 градусов. Я буду выпекать в этой духовке буквально 10-12 минут. А в конце выпуска мы разыграем призы от доктора Эткер. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и поучаствуйте в конкурсе. Пока корж выпекается, нужно заняться суфле. Обычно суфле делается из белка. Я же решил пойти другим путем. И хочу сделать это суфле фруктовым. Вот вам мой горячий секрет. Я буду использовать не яичный белок, а альбумин. Ну, то есть это то же самое, что яичный белок, только без воды. Порошок. У меня есть сливовое пюре. И у меня есть сухой альбумин, который я отправляю в сливовое пюре. Тщательно перемешиваю для того, чтобы альбумин напитался вот этой влагой и немного разбух. Ну, а если вы хотите приготовить классическое птичье молоко, рецепт вы найдете в конце ролика и в описании. После того, как корж выпекся, его нужно полностью остудить. После того, как он остыл, я его должен выровнять, обрезать тем же самым кольцом, в котором я буду формировать птичье молоко. Беру дежу от планетарного миксера. Отправляю сюда набухший альбумин вместе со сливовым пюре. Так, теперь я просто-напросто беру и ставлю его взбиваться. Венчиком обычно, как будто это у нас сырой яичный белок. Альбумин со сливовым пюре взбился, но нам нужен обязательно сироп. Сахар, вода, сотейник и обязательно агар. Агар доктор Эткер. Теперь я сюда заливаю воду. И засыпаю сахар. Чтобы агар заварился, требуется температура кипения. Обязательно тщательно помешивайте. Смотрите, что делаем. Только агар закипел вместе с сиропом. Газ сначала выключаем, а миксер включаем. Мы вводим горячий сироп в меренгу вот сюда, в суфле, да, в будущее наше. Масса получается гладкая, красивая, блестящая. Смотрите, у миксера есть таймер, и вы можете следить за временем приготовления всего процесса. Делайте себе пометки для того, чтобы ваш рецепт в конце был точный, и вы знали, сколько вы потратили на него времени. Значит, у меня сюда идет еще масло. Я частями добавляю мягкое комнатной температуры масло и продолжаю его взбивать. Здесь очень большой диапазон выброс коростей. Вы можете контролировать процесс взбивания на любом уровне. У меня суфле готово. Ну и, соответственно, перехожу к сборке. Я вырезал ленту из пергамента для того, чтобы суфле не прилипало к металлу. Распределяю ленту так, чтобы у меня ничего не торчало. Потом аккуратно беру бисквит и опускаю его внутрь. Все. Берем суфле и лопаткой очень аккуратно его сюда выливаем. Чувствую, что наше птичье молоко получится гораздо вкуснее, чем его оригинальный рецепт. Теперь несколько движений шпателем для того, чтобы его аккуратно распределить по всей поверхности нашего подготовленного коржа. Готовое суфле в форме нужно отправить в холодильник. Агар довольно быстро схватывается, и оно желируется прям, вот, часа будет достаточно. Суфле остывает. И самое время приготовить ганаш, которым мы будем его сверху заливать. Нужен сотейник. Сразу разогреваю сливки. Беру сразу же другой сотейник, посыпаю шоколад, и заливаю все это горячими сливками. Пламя делаю самое маленькое и очень аккуратно, быстро начинаю размешивать, растворяя шоколад. Почему я сделал такой ход конем? В этом сотейнике при разогревании сливок толстое дно уже накопило тепло. Мы можем шоколад перегреть. Чтобы этого не происходило, мы всегда заливаем горячими сливками в другой посуде. И это тоже горячий секрет. Вы можете использовать для глазури любой шоколад. Я использую горький, 53% какао. У меня уже практически все растворилось. Добавлю сюда сливочное масло. Аккуратно вводим в теплый шоколад масло. Она его сделает более шелковистым. Пока у меня ганаш не застыл, я отправляюсь за суфле, которое уже должно было в холодильнике застыть и стать плотным. Вот смотрите, что у меня получилось. Пока что не вынимаем ничего. Ни бумагу, ни кольцо. Берем, выливаем его в центр. Не весь. Можем помочь лопаточкой. Слой шоколада должен быть тоненький. Но мы обязаны скрыть все наши нюансы, которые у нас остались после выравнивания суфле. Почему, кстати, название птичье молоко? Вообще, для каждого из нас это что-то несуществующее. Так и есть. В давние времена, например, девушка, которая хотела отшить парня, отправляла его за птичьим молоком. Это был такой намек. Мол, у нас с тобой ничего не получится. Теперь мы еще раз его отправляем в холодильник до тех пор, пока ганаш полностью не застынет. Все застыло. Пора вынимать. Аккуратно снимаем кольцо. И теперь аккуратно снимаем нашу ленту. Посмотрите. По-моему, великолепно. Но он еще не до конца украшен. Я вам предлагаю один вариант украшения. У меня здесь сотейник с водой и металлическая чашка. Как вы уже поняли, это водяная баня. Включаю огонь. И отправляю сюда темный шоколад. Еще один горячий секрет. Скорее всего, у большинства домохозяек есть микроволновки. И поэтому, знаете, как удобно в микроволновке растопить шоколад? Практически все кондитеры пользуются именно таким способом, а не водяной баней. Все, шоколад полностью растопился. А теперь самое, что ни на есть, волшебство. Значит, берем клубничку, окунаем в шоколад. Ставим туда, куда нам надо. И она тут же застывает. То же самое делаем со всеми остальными. Пришло время пробовать. Для этого мне нужна тарелочка и нож. Так. Аккуратно. Сливовое суфле. Очень оригинально. И очень вкусно. Так. Клубничка. Ммм. Она хоть и зимняя, но она так дополняет это чудесное птичье молоко. Чтобы получить призы от доктора Эткер, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Какой из перечисленных тортов тоже придумали в Москве? Прага, Эстерхази, Павлова или Киевский? Мы случайным образом выберем три правильных ответа у нас внизу в комментариях. И отдадим чудесные призы от доктора Эткер. Итоги мы подведем через две недели. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на канал. Нажмите колокольчик. Не забывайте про лайки и комментарии. Обещаю, будет вкусно. Птичье молоко великолепно. На этом у меня все. В следующем выпуске мы с вами отправимся в Северную Осетию для того, чтобы узнать, как готовятся настоящие осетинские пироги. Северную Осетию для того, чтобы узнать, как готовятся настоящие пироги.